Вопрос о влиянии на мою жизнь чужих мыслей, историй и сюжетов – один из часто задаваемых в последнее время. Особенно я вспоминаю о нем, когда доходит дело до того, чтобы писать. О чем писать? И тут сразу же приводится ответ – из собственного же опыта? Конечно, а из какого еще? Когда я читал много книг с обилием новых идей, тогда и писать было о чем? А иногда сижу, и никакая тема не представляется достойной, чтобы развивать ее на бумаге. Вопрос, по сути, из Достоевского. Неужели я способен писать только в тех случаях, когда чужие идеи напитали мой разум, и я выступаю всего лишь в роли переработчика этих уже раньше выведенных заключений? Но борьба продолжается. Все-таки во мне присутствует начало, которое непоколебимо верит в то, что я являюсь создателем или выразителем своих собственных мыслей, что на письме я выражаю и воплощаю собственные творения. По крайней мере, Бог передает сигналы через меня, без лишних посредников. Хотя, если разобраться, в наличии таковых нет ничего плохого или зазорного. Что такого, что в качестве топлива своего развития и своих созданий я использую чужие мысли? Это, собственно, неизбежно. Тут главный вопрос – пойду ли я дальше? Останусь ли я с этими чужими историями в качестве пассивного наблюдателя или осмелюсь стать их переработчиком, иными словами художником, тем, кто берет из мира ресурс, переживает и перемалывает его в своем сознании или же бессознательном, и затем выдает в мир нечто иное, новое – произведение художника. Исходя из этих размышлений, упор надо делать не только на приобретение новых идей извне, но и на их переработку, и, конечно же, на воплощение в своем творении того переработанного материала. Переработка требует более активных, вдумчивых действий, поиска связей между только что полученными чужими идеями и своей жизнью. Переработка требует более активного, повлеченного, погруженного участия, чем первый этап – сбор новых чужих идей. Хотя и он, конечно, не должен быть пассивен. А третий этап – воплощение, создание. Он требует еще большего вовлечения и активной позиции, и, собственно, самих действий по созданию произведения. Получается такая нарастающая вовлеченность. Да, мне кажется, этой же фразой можно описать то, к чему надо стремиться и в жизни. Именно к нарастающей вовлеченности, прежде всего вовлеченности в собственную жизнь, именно усиливая свою вовлеченность, я начинаю видеть счастье там, где, будучи невовлеченным, его вовсе не замечал и проходил мимо. Субтитры создавал DimaTorzok